Интернет называется «Интернет как двигатель для роста и устойчивого развития». Наш председатель Мухаммед Иль-Анан является членом Совета Попечителей GCFA, Индонезийской Организации Управления Доменными Именами. Ваше превосходительство, дамы и господа, доброе утро вам всем. Давайте мы возобновим наше совещание. Я рад открыть сегодняшнюю сессию, которая называется «Интернет как двигатель для роста и устойчивого развития». Мы обсудим три важных вопроса сегодня. Первый – это касается Сибирного саммита Интернационного общества. В СИС уже ему 10 лет, будет в 2015 году. И Генассамблея будет решать то, как провести обзор деятельности в СИС и как деятельность ЛСС будет выглядеть через 10 лет. 2015 год также знаменует собой 10-летний обзор ЦРТ, целей развития тысячелетия. И, соответственно, мы будем обсуждать, как мы можем 10-летний развитие в СИС совместить с 10-летним развитием ЦРТ. И мы это сделаем в течение 3 части, и у нас будет достаточно времени для ответов на вопросы. В части 2 мы послушаем, как в практическом опыте различных стран, как интернет помогает экономическому развитию. Хочу представить нашего докладчика на первую часть дискуссии, господин Янис Коклин, помощник генерального директора по ИКТ ЮНЕСКО. Янис, Вам слово. Благодарю Вас. Маркос. Если семинар Афинс в комнате, может быть, Вы встанете и покажете себя. Я хочу, чтобы Вы сели рядом со мной. Благодарю. Я Маркос, я начинал подготовительный процесс, и так что мы сейчас празднуем десятилетие. Несколько слов о концепции для тех, кто не совсем знает о том, что такое IGF, о все эти сокращения в СИС и так далее. Когда был возобновлен мандат IGF, в районе рабочей группы и центра по техническому развитию, они сделали несколько рекомендаций по улучшению работы IGF. И одна рекомендация как раз, значит, на каждой сессии должны быть подсвечены 2-3 политических вопроса. Мы подошли серьезно к этому и призвали, чтобы участники сделали свой склад и разместить эти предложения на веб-сайте. И также будем это дело вывешивать на экране. Кроме того, мы получили уже ряд письменных вопросов, и мы их отметим, и будем отвечать позже на них. Кроме того, распечатанная программа была сделана до того, как мы окончательно решили это самое. Поэтому она предварительная, и поэтому на завтрашней сессии, которая посвящена новым проблемам, это будет 90-минутная сессия, и мы тогда посвятим ее вопросам наблюдения. Это будет основная сессия завтрашнего дня. И теперь возвращаюсь к вам, Янис. Передаю вам микрофон. Благодарю, Маркос. Хотел бы приветствовать вас по случаю дня ООН. Это хороший день, чтобы обсудить ЦРТ, цели различных счетов, цели в СИС, и какое самоотношение существует между ними. Пежде чем я начал работать на Гордоном онлайна, я хочу ему предоставить слово, если он в зале. Хочу вам дать немножко контекста и предыстории вопроса. Как председатель вам уже скопчил, мы подходим к 15-му году, это год, когда международное сообщество будет проводить обзор достижений и выполнение решений, которые были приняты в 2000-м году на саммите тысячелетия. И посмотрим, как далеко мы прошли на национальном, на международном уровне в выполнении целей развития тысячелетия. СИС, который состоялся в 2003-2005 годах, также принял набор целей, и я напомню вам о них. И во время последующей стадии Тунисе, которая проходила, было, ну, состоялось обсуждение того, как решение в СИС можно включить в обзор целей развития тысячелетия, и как можно использовать технологию в качестве интегрированного, интегрированной части процесса развития. Соответственно, понятно, что технологии должны помогать в достижении целей развития, и технология должна рассматриваться как катализатор и как двигатель развития. и на этой сессии мы попытаемся определить и лучше понять, как эти два процесса взаимосвязаны, насколько они взаимосвязаны, и придем к последствующим выводам. Но перед тем, как я передам слово моим коллегам и первому выступающему на этой сессии, хотел бы напомнить вам, что цели развития тысячелетия состоят из основных восьми основных целей. Первое уничтожение нищеты и голода, достижение универсального начального образования, равноправие женщин, снижение детской смертности, улучшение женского здоровья, борьба с малярией, достижение устойчивого экологического развития и так далее. В Женевской стадии были определены цели ФСИС, которые должны быть достигнуты к 2015 году. И опять я хочу напомнить вам о них и показать, насколько как далеко мы прошли или как технологическое развитие далеко дошло. И увидите, что многие из этих целей уже выглядят наивными, потому что они представляют наше представление о пути развития технологии еще в 2003 году. Итак, соединить деревни с ИКТ и доставить образовать, соединить школы, университеты путем ИКТ, соединить научные исследовательские центры, общественные библиотеки, музеи, почты, архивы при помощи ИКТ, госпитали, центры здоровья, местные управления местные правительства, учреждения с центральными, а также решать проблемы информационного общества в условиях, в местных условиях, обеспечить, чтобы здесь население имеет доступ к радио и телевидению, развивать контент, местный контент и создать технические средства для обеспечения различных языков на интернет и обеспечить доступ половину мирового населения, обеспечить доступ к ИКТ. Вот такие цели были на перспективу 10 лет. Это очень интересно посмотреть, как далеко мы прошли по пути развития ИКТ, нашей технологической эволюции. Мы видим, что они уже, многие из них устарели. Но если мы посмотрим и проанализируем на те цели, которые достигнуты, мы мы видим, что многие из них уже достигнуты, но, тем не менее, далеко не все. И в оставшиеся годы мы, может быть, захотим именно на эти на достижении этих оставшихся целей сосредоточить свое внимание. Я не вижу господина Гордона, Мануина, еще раз спрашивает, здесь я вам в зале, пожалуйста, я вас ждал с нетерпением, говорит оратор. господин Мануин специальный советник президента Индонезии, специальный посол по целям развития тысячелетия. Он занимается региональными и глобальными делами. президентством признался, стал работать в офисе президента в 10-м году и он поделится с нами опытом Индонезии в достижении цели развития тысячелетия. Пожалуйста, Мануин вам слово. Давайте перейдем, покажем к экране презентацию с компьютера. Пока мы ждем и решаем наши технические проблемы, я хотел бы объявить, что следующим выступающим после господина Мануина будет Феликс Додз, который присоединится к нам по интернету. Он уже ждет и готов начать свое выступление после презентации господина Мануина. Благодарю вас, председатель. Доброе утро всем. Для меня честь и радость высвольшая быть здесь, присутствовать на этом важном мероприятии ИГФ. Сегодня я расскажу наши точки зрения по выполнению ЦРТ в Индонезии и посмотреть на их роль в генерировании прогресса в рамках развития интернет-программы в Индонезии. Мы посмотрим с особым вниманием на партнерстве, потому что это партнерство является движущей силой для достижения ЦРТ в Индонезии. Итак, перед тем пройдем дальше. Давайте посмотрим на статус-кво существующие в выполнении ЦРТ Индонезии на сегодняшний день. Как и многие страны мира, у нас смешанный уровень достижения ЦРТ. Как вы видите на этой таблице, их наше выполнение можно разделить на три группы. Прежде всего, цели, которые уже достигнуты, это прежде всего цель 1, это снижение бедности, потом гендерное равенство, и также цель та же была выполнена, и ЦРТ 6, которая говорится о снижении туберкулеза. Также есть цели которые мы в принципе можем выполнить к 2015 году. Но, наверное, еще важнее то, что есть такие цели, которые требуют дополнительных усилий для их решения и выполнения к 2015 году. Я хочу как раз привлечь ваше внимание именно к этим целям. Первый это высокий уровень материнской смертности в Индонезии, наш уровень 128 на 100 тысяч живых рождений, где-то рождений. У нас большая пропорция людей живущих со switch speed. Также должны работать по выполнению CRT-7. Это относится к высокому уровню прониковых газов, выброса прониковых газов, а также санитарии. Поэтому, когда мы говорим об выполнении CRT-7, у нас перед нами серьезная задача. Если мы хотим выполнить к 15-му году, нам надо серьезно потрудиться. Мы видим географические перспективы. Вы знаете самый крупный архипелаг в мире, островной архипелаг. И в нем распространен по большой площади, вы видите, от Ачи до Ириан-Джаи и севера до Урок-Айленда, который находится на юге Индонезии. Мы видим проблемы инфраструктуры существуют, которые постоянно над которыми надо работать. И эти проблемы, конечно, ставят серьезные задачи в плане доступа, доступа к услугам, прежде всего к услугам здравоохранения, особенно в отдаленных областях, на отдаленных островах. Мы также видим проблемы в области народонаселения. у нас четвертое по счету число населения в Бенире. Сейчас это 250 миллионов. И мы видим, что рост населения также рост достаточно быстрый, который опережает темпы развития. И нам нужно работать очень напряженно, чтобы разрыв этот преодолеть. сейчас у нас мы пытаемся повторить бывший положительный опыт, который у нас был раньше, в предыдущие годы. И часть населения, как раз большинство нашего населения находится в продуктивном возрасте, молодом возрасте. когда у нас улучшается уровень продолжительности жизни улучшается, и поэтому, когда молодое население уже постареет, то у нас возникнут проблемы, что мы будем делать с престарелым населением. Еще одна проблема, с которой сталкивается Индонезия, относится к здоровью детей и женщин в Индонезии. Существует озабоченность по поводу того, что достижения, достигнутые в этом, в этой области, в частности, снижения материнской смертности, явно недостаточны, потому что нам надо достичь цели 102 смерти на 100 тысяч живых рождений, 2015 году. А теперь, как я уже говорил, у нас этот уровень находится на 128 вместо 102. То есть здесь должен быть синергичный подход с участием правительства частного сектора, гражданского общества, научных кругов тем, чтобы выполнить эту цель, достичь этой цели. и правительство Индонезии поставило приоритет, самую главу угла это приоритет выполнения ЦРТ, главу своей политики. с 2000 года основные стратегии это специальная дорожная карта была предпринята в 2000 году и подальше была разработана, переработана в 2010 году и обращается ко всем участникам с призывом активизировать усилия по выполнению ЦРТ к 2015 году. Очень еще важно, что ЦРТ включалась в среднесрочные и долгосрочные планы развития национальные и региональные. Все планы соответственно были переработаны с учетом ЦРТ. И все приоритеты ЦРТ включены в наши планы развития. Мы также включили вопросы ЦРТ в бюджет, отражаем это в бюджете. И еще что важно, что был достигнут определенный прогресс на провинциальном уровне в том, что касается преобразования планов в конкретные действия с тем, чтобы выполнить ЦРТ на местном уровне. И мы организуем ежегодные собрания по ЦРТ. Это форма партнерства между правительством и гражданским обществом и частным сектором, которые как раз помогают достижению ЦРТ на местном уровне. Когда мы говорим о том, кто инициирует выполнение программы ЦРТ в Данезии, у нас есть двойная стратегия. Мы можем это назвать сверху вниз и снизу вверх подход к выполнению ЦРТ. В этом контексте правительство не является единственным организацией за выполнение ЦРТ ответственное заполнение. Мы видим повышающийся растущий уровень гражданского общества. Они взяли на себя обязанность по улучшению жизни населения через свои собственные программы, которые были инициированы на местном уровне. разрешите привести пример того, как программы ЦРТ подчеркивают важность партнерства в Идонезии. За последние два года мы выполняли программу, которая называется Пенчера Сунтара. Это переводится как свет нации, ведущий свет нации. это программа, которая обеспечивает доступ к услугам здравоохранения в отдаленных районах. Что важно в этой программе? Она интегрирует разные личные аспекты, какие как образование, повышение прав возможностей сообществ и здравоохранения. Она сама может быть не помогает, но в результате вот этого совмещения трех целей вносят свой важный вклад в развитие местных сообществ. Мы понимаем, что правительство в одиночку не может обеспечить успех ЦРТ, и поэтому мы пытаемся привлечь другие сектора в Индонезии для участия в устойчивом партнерстве по достижению ЦРТ в Индонезии. Особое внимание уделяется партнерству частным сектором с академическими кругами, средствами массовой информации, а также местными правительствами, центральным правительствам выполнений наших программ, в частности программы Свет Нации. Посмотрим сейчас на то, что было. Посмотрим сейчас на то, что было для нас является как бы открытой повесткой дня, вот нам потом, как можно продвигать и дальше эту повестку дня, повестку дня развития, и мы заложили уже фундамент для того, чтобы можно было бы разработать эту повестку дня для нового вида развития. В чем она заключается? Мы говорим сейчас об устойчивом развитии, и мы видим сейчас, что, как вы уже обратите внимание, сейчас есть три как бы столпа, на которые зиждется экологическая устойчивость, экономическая устойчивость и так далее, и то, что мы хотим подчеркнуть, это то, что нам надо будет взять и все эти столпы объединить и укрепить, мы не должны делать упор на один, на одну какой-то один, одни устой, а смотреть не только, скажем, на экологию, но смотреть на то, чтобы все это было сбалансировано по-настоящему. Мы верим в то, что вот такого рода устойчивое развитие должно зиждеться на мире, на правильном управлении, всем, чтобы цели развития были бы по-настоящему обеспечены. Многие из вас, наверное, поняли уже, что панель на высоком уровне, она говорила уже по вопросу о развитии, и наш президент был председателем этой панели. И они предложили сейчас отчет к генсекретарю ООН. Они подчеркивают несколько пунктов, и в чем эти пункты заключаются, то, что нам необходимо, чтобы вот эта повестка продвигалась стимулами, определенными пятью важными стимулами. И это подчеркивается в отчете высокопоставленной панели, что никого не оставлять сзади, поставить во главу угла устойчивого развития, преобразовать экономику всем, чтобы были новые рабочие места, и чтобы рост включал в себя разные стояния населения, и тем самое главное, чтобы продвигать интересы мира и эффективные институции со созданием новых партнерских отношений. В этом отчете в котором был представлен этой высокопоставленной панелью речь шла также или упор делался на партнерство, которое должно развиваться и расширять традиционные партнерские связи. И вот в этой после ЦРТ повестке мы видим сейчас, что эти новые партнерства нового типа, они должны не только вовлекать себя или включать в себя правительство, но и партнеров через все социоэкономические классы и слои населения, люди, которые являются инвалидами, женщины, гражданское общество, туземное население, и так далее. И включать сюда много новых элементов. Поэтому фактически сейчас наставлю для того, чтобы международное сообщество тоже как-то искало какие-то новые пути продвижения этой повестки, чтобы уйти за пределами обычной повестки помощи. Когда мы посмотрим сейчас на какие-то новые пути для предоставления помощи по развитию в будущем, мы должны сейчас сюда включить новые возможности с тем, чтобы традиционные виды помощи включали в себя частный сектор для социальных каких-то вложений. За счет такого вида поднерзия между правительством и частным сектором это может стимулировать достижение целей поставленных перед экономическим развитием. Мы теперь концентрируем нашу работу на партнерских отношениях и это означает что именно эти группы скажем молодежные группы на которые мы делаем упор частный сектор правительство национальном и местном уровне гражданское сообщество уникальный аспект заключается в том что каждая группа естественно привно сюда свой опыт свое какое-то уникальное понимание этих проблем например молодежные группы например они они могут пользоваться социальной медиа они хорошо проводят демонстрации там и так далее и поэтому разработка партнерства должно быть правительство например хорошо занимается вопросом создания нового потенциала способствования каким-то начинаниям гражданского а гражданское общество создает новый потенциал на уровне общин оказывает нам обратную связь что касается коллективного действия в направлении к ЦРТ к 2015 году и в будущее мне кажется что у нас есть какие-то коллективные действия которые были приложены уже но можно не получить устойчивых результатов не сконцентрировав работу на работе на местном уровне с гражданским сообществом и поэтому когда после уже ЦРТ мы идем уже за пределы это должно продолжаться за 2015 год и мне кажется что за все-таки коллективных объединенных действий мы сможем достичь и будем более успешно преследовать цели ЦРТ на этом заканчивается моя презентация об прогрессе которую мы достигли в отношении ЦРТ и особенно с упором на межсекторное сотрудничество спасибо господин Мануэлл за вашу прекрасную презентацию довольно-таки богатую материалом то что Индонезия действительно продвинул далеко в этом плане но естественно нужно еще оказать дополнительные предупреждения в определенных сферах как вы уже указали Индонезия играет огромную роль большую роль важную роль в процессе который приведет к какому-то более четкому определению того чем является устойчивое развитие сейчас господин Феликс Нотц который ожидает начать свою презентацию он из Англии и у него это Феликс Дотт который работал в структурах ООН в отношении устойчивого развития он прекрасен он хорошо известен в отношении книги о том как лоббировать межправительственное совещание и он написал эту книгу вместе с Майклом Строссом господин Дотт если вы слышите нас сейчас то тогда у вас где-то 7 минут я сейчас на ваше выступление я хотел начать с того чтобы у меня можно было сделать какие-то определенные комплименты я извиняюсь но звук прерывается по межправительственному логови логови к логови к логови к логови к логови Продолжение следует... 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 But by 2000, it was clear that governments seemed to be unable to implement across such a wide area and were having significant problems in prioritizing resources to the most important areas. So the MDGs were an attempt to simplify this. Eight goals with only 21 targets. Some of the criticism of the targets was that they were not ambitious enough. Target 7D, for example, aims to, by 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers. For context, India alone was estimated to have close to 100 million slum dwellers. So the ambition in certain cases wasn't as high as it needed to be. One of the significant results of the plan in 2000 was that overseas development assistance had started to go up again after a period of 10 years from 1992 to 2000 where we saw no real increase in ODA. The next 10 years saw ODA double from around 60 billion to 120 billion a year. And this went a long way to accelerate implementation, a challenge that was underlined in 2008 at the UN special session on MDGs when the UN Secretary General said this about the development agenda. Looking ahead to 2015 and beyond, he said, there is no question that we can achieve the overarching goal, we can put an end to poverty. But he also recognised the challenge of the financial crisis to reaching those goals. He went on to say, we face a global economic slowdown and food security crisis, both of uncertain magnitude and duration. Global warming has become more apparent. These developments will directly affect our effort to reduce poverty. The economic slowdown will diminish the incomes of the poor. The food crisis will raise the number of hungry people in the world and push millions more into poverty. And climate change will have a disproportionate impact on the poor. The need to address these concerns, pressing as they are, must not be allowed to detract from our long-term effort to achieve the MDGs. On the contrary, our strategy must be to keep the focus on the MDGs as we confront these new challenges. Those were very, very important words and reflected, in a sense, why some of the MDGs are now not being delivered. Because the reality is now that we will reach only a few of those MDGs targets. And many developed countries have started to drop their ODA contribution. And though ODA isn't everything, it does for many of the least developed countries play a very significant role. Netherlands became the first country to drop back under 0.7% GNP target this year. On the positive side, the UK reached the target with the political support of all parties. To some extent, that was the consequence of what I call the Band-Aid generation. Those UK citizens and now politicians in power were in the 1980s raised millions of dollars to Ethiopia and other famines under the leadership of the pop star Bob Geldof. It started with a single, do they know it's Christmas, possibly the most influential pop song for development aid. A few of the key reasons we're seeing some of these goals, Mom, is that the process has had yearly global reports on the progress to deliver the MDGs. We've seen an annual review of individual goals for the UN annual ministerial review and biannual development forum. We've seen government aid departments focusing on the goal. But of course, by then doing that, they have taken money away from other areas which have suffered in the lab on the earth. And we've seen national implementation strategies, as the government of Indonesia was indicating in their presentation, often linked to support from the UN and the World Bank. And so a coherence at the national level has played, I think, a significant role. And as Indonesia also indicated, that's been through the support of stakeholders, whether it's the private sector, NGOs, or community-based organizations. I'm looking at my third area, the development of the Sustainable Development Polls in the run-up to Rio. And the idea of the Sustainable Development Polls was articulated in July 2011 at a Rio Plus 20 government-sponsored event on Institutional Framework for Sustainable Development, held in Solo, Indonesia, presented by Paulo Caballero, who is the Director of Economic and Social and Environmental Affairs in the Colombian Government, supported by Guatemala and other governments shortly afterwards, such as Peru and UAE. And that push for Sustainable Development Goals coming from developing countries again showed that transfer of leadership from developed countries to developing countries. The original proposal for the SDGs was grounded on the idea that the MDGs had played a significant role in focusing the world community. That that focus was too narrowed, and that seven of the eight goals were part of the only developing countries. The only universal goal in the eight, focused on the environment, MDGs 7, was, as I mentioned, seen to be very weak by many of the people in the environment and from the Sustainable Development community. The original proposal for the SDGs advocated a reinvigoration of the spirit of MDGs 7 by updating the sectoral chapters of Agenda 21, the Johannesburg Plan of Implementation, with up-to-date sectoral targets. And although the original proposal significantly evolved over the months up to Rio Plus 20, it said that the solo chair's text already reflected the value of the new idea. It said that there is a significant interest in the discussion of Sustainable Development Goals. The chair's text also reflected the likely difficulty in negotiating new goals during the Rio Plus 20 process. In September 2011, NGOs and other stakeholders met in bond at the UNDPI 64th NGO conference, and they put on the table for the first time a set of coherent goals, 17 of them. It's well worth looking back to that particular document that came out of that conference to see the influence that it had in the thinking of governments as far as what SDGs should be considered. In the run-up to Rio Plus 20, there was much conflict between the environment and the development community. The development community wanted to continue the MDG approach, and the sustainable development community wanted these new goals to be encompassed, both poverty eradication and sustainable development. And that any new goals needed to be universal, and would also address issues such as consumption and production to enable all of us to live in a more sustainable way on the planet. I will continue this story in the final section on how the SDGs have developed, but I wanted to end by saying that one of the most significant outcomes of Rio Plus 20 was the agreement that there would be a second Sustainable Development Goals. The question, of course, was there, Nathan, what would be the relationship with the NPD? What Rio Plus 20 did do was to start the rebirth of sustainable development as the main conceptual framework for development in the 21st century, and by doing so, offer a real chance that we might be able to address these challenges together. So to finalise, there's some issues where I think the WSIS process might learn something from. One, that money follows goals. This was clear from the MDG. So if you don't have any targets or indicators that are embedded in these new goals, then money will be less for the area that you're interested in. That engagement with the proprietary process will be critical for your agenda. You need to be engaged now, and you need to be engaged in a very fully and front way. That any national follow-up mechanisms that are set up, and again, we heard from Indonesia how effective theirs was, any follow-up process, you need to integrate the WSIS into that one process, because there is only room for one process. That collaboration with other sectors will help deliver your agenda, working in silos does not. Perhaps if I could end with a few words from Albert Einstein, who said, learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow, but the important thing is not to stop questioning. Thank you. Thank you very much, Felix. It's a very-very good presentation, and put us really... Thank you, Alex. It's a very good presentation. Thank you very much. It really gave us a great presentation. It really gave us a perspective in terms of how to look at the question. I thank you very much. It is a very long time. And it is really... the time we were very long and long and long, so we... And so, I don't think... It was really long and long. Thank you very much. And so, I'm hoping... Свою часть нашу сессию здесь, и мы сейчас, может быть, увидим на одном из экранов картинку, которая покажет, насколько сложными являются те процессы, связанные с принятием на вооружение цели устойчивого развития. Поэтому, если можно сейчас перейти на главный компьютер, и вроде не работает. Может, техники сейчас помогут перевести связь на... Вот сейчас мы видим, да, вот на экране, на левом экране, как сколько много потоков рабочих помогают нам, и как они все должны быть в один какой-то документ, который одобрит международное сообщество в качестве рамочных целей для устойчивого развития после 2015 года. Поэтому то, что мы видим сегодня довольно-таки четко, и что на вся себе технология не принимала, не была настолько важной, вот, не выделялась в этом процессе в документах. Но это, может быть, об этом стоит жалеть, и, может быть, во время следующей сессии, которую будет ввести Роберт Пеппер, вице-президент Франциско. Мы посмотрим, как технология может быть катализатором, может в некоторых случаях помочь развитию, и мы надеемся, что это будет поощрять тех, у кого есть какая-то власть в руках, всем, чтобы обратить внимание на подготовительный процесс для устойчивого развития по достижению ЦРТ. Сейчас я передаю свой микрофон. Спасибо, Янис. Мы отстаем немножко по времени, но, однако, мы попробуем сейчас догнать нашу повестку. Я хочу оставить достаточно времени для дискуссий и получить... Я не буду долго говорить там о биографических данных, я хочу просто так сказать, не говорить о том, кто будет выступать сейчас. И это довольно-таки интересный час сейчас нашей сессии. И все знают, что я довольно прагматичный человек, я поэтому пытаюсь дать какие-то реальные проблемы из жизни. У нас до сих пор мы говорили прекрасно о рамках, о том, что возможно, о чем стоит подумать, но пока были три короткие презентации, которые показали конкретный опыт в отношении того, как интернет, и как то, что мы сделаем сейчас здесь на этом форуме по управлению интернетом, насколько это напрямую отражается на процессе развития. Сначала Мартин Бадамин, он из PIR, это публичная регистратура. Потом, значит, еще будет... Будет Фарид Маруф, который в Индонезии является директором фонда Грамин. Есть у нас видео в этом плане. А после этого представитель Ругвая Хорге Абинт Амария будет выступать и будет рассказать о том, какие примеры можно привести из опыта. Роберт, спасибо. Я хочу сейчас только сначала вкратце отметить и показать видео. Можно сейчас видео покрутить здесь, да? Видеоролик. О, действительно. Продолжение следует... Betterplace ist eine Crowdfunding-Plattform für soziale Projekte. Wir bringen Spender und soziale Initiativen auf sehr transparente Art und Weise zusammen. Mittlerweile konnten schon über 350.000 Spender 5.000 Projekte unterstützen. Für die spendensammelnden Organisationen ist das Internet sehr effizient und auch für die Spender eine gesunkene Einstiegshürde, weil sie viel einfacher ihr Lieblingsprojekt finden, ihr neues. Man kann jetzt sogar Projekte in seiner ganz nächsten Umgebung finden. Einfach auf seinem Smartphone gucken und dort werden Projekte, sei es Geld- oder Zeitspendenprojekte, angezeigt, die in der Nachbarschaft sind. Ein Projekt, das ich sehr toll finde und das schon sehr viel Geld über uns gesammelt hat, ist ein Projekt, wo Obdachlosen Müttern und ihren Kindern geholfen wird. Und das liegt in München und heißt, unterstützen Sie Obdachlosen Kinder und Mütter. Und da geht es um die Finanzierung von ganz konkreten Dingen wie Nahrungsmitteln, Babynahrung. Und schon 500 Spender haben dieses Projekt unterstützt. Die Wahl der Endung.org war für uns nicht nur einfach eine Internetadresse, sondern wir haben sie zum zentralen Markenkern gemacht, indem wir von betterplace.org reden. Die .org-Endung ist eigentlich eine große Community von Organisationen und Institutionen, die sich bemühen, sozialen Fortschritt zu bewegen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wir arbeiten international und deswegen kam nie in Frage, die DE-Endung zu nehmen, sondern es war klar, dass wir die Org-Endung nehmen, weil die natürlich auch international bekannt ist. Und das Internet verändert die Welt, verändert alle Branchen und das ist so ein klasse Medium, dass auch der soziale Sektor davon profitieren muss. Und genau das machen wir mit betterplace.org. Wir verändern die Welt durch das Internet. Ich denke, das war das Video, in essence. So, Martin, wir können jetzt stoppen die Video jetzt. Because there was not a German-English translation, they couldn't do the scribing, those who could see the screen could see the subtitles in English, but the people in the back might not have been able to see it up there. So, you might want to give a short, very... I think it's great for those who actually could understand German or read the English subtitles. Oh, I very much appreciate the initial introductions about the Millennium Development Goals, which are larger in life and really about people in this world. The goal of this video was to share with you how real people are doing real things. The things that were already impossible and they became possible thanks to the Internet. Also, this is about financial development. So it's a question of a social and personal development. And this is a mix of the transition to future activities with the use of modern opportunities. And IGF is one of the places that in this field of interest in the context of the IDF. It's one of the places that have been注目ed in this понимание. Следующее, это, естественно, частный сектор, который делает более поддерживающий интернет изо дня в день, и это является темой наших дискуссий на IGF, это лучший доступ, лучшая связь между институтами, связь между людьми. А также это вопрос о повышении качества. Я даже мог бы сказать, что здесь мы постоянно говорим о взаимосвязи, о связи, и здесь мы говорим также о повышении ценности и стоимости, и одно без другого не может быть. И здесь, конечно, высокая роль НПО, которые делаются больше и больше, и сейчас мы как раз работаем над надбрендом, который будет существовать только для NGO, для НПО. Таким путем мы, например, такие крупные НПО, такие как Красный Крест, и они смогут, и даже не такие большие, но и любые НПО, они смогут больше получить пользу от интернет. Это вот как раз такие инициативы, которые мы предпринимаем, чтобы помочь миру. И мы теперь не ждем от правительства каких-то действий, а сами начинаем действовать по достижению тех целей, которые поставили перед собой. Это Мартин Олтерман был, не Коркел Дамарье, поэтому давайте мы поправим это в окончательном транскрипте. Благодарю. Мартин, Вы подметили, что Вы уделяете особое внимание на контенте и на приложениях, не только связи и соединения. И это будет первый шаг. И я думаю, это очень важно, как часть нашего диалога, как мы думаем о том, как может управление интернет способствовать развитию. Когда мы обычно говорим в интернете, мы говорим, что это хорошо, это приятно, так сказать, им пользоваться, но на самом деле, действительно, особая ценность его, это помощь людям. Это небольшие инвестиции. Надо посмотреть на то, как люди во всем мире получают выгоду от тех новшеств, которые мы говорим, и насколько они действительно получают. И тогда это мы можем, так сказать, на основе этой информации дальше развивать. Благодарю. Я представляю организацию Гламинфонд Глам. Эта организация занимается искоренением нищеты. И я хочу, на примерах, показать Вам, чем мы занимаемся. Первая область решений, которую мы где-то в Индонезии рассмотрим, это информационное пространство. И услуги в область информации. Здесь мы помогаем, например, материнскому здравоохранению Афганистово. Когда мы говорили недавно о детской смертности, и вот этими вопросами мы тоже занимаемся. Мы помогаем матерям получить лучшую информацию о том, как лучше беременность сохранить, и как детей растить. И мы эту информацию непосредственно матерям распространяем. И чтобы это сделать, мы проводим это в Гане. У нас такой проект есть. Называется МОПЕК. И затем мы повторили его в Индии. В Индии мы так, что занимались ВИЧ-спид. И другая часть информационных услуг, которые мы представляем, это информационное обслуживание в сельскохозяйстве сектора. Которое будет способствовать устойчивому сельскому хозяйству. Многие наших рабочих, работников работают в разных странах на деньги доноров. И они пытаются распространять информацию о современных способах, практике сельского хозяйства, сертификации и так далее. С тем, чтобы фермеры могли получить больше денег за свою продукцию. Особенно это важно в Индонезии, где фермеры, где мелкие фермы, мелкие хозяйства. Например, хорошим примером является производство какао в Индонезии. Где производительность в два раза ниже, чем в других странах. И это очень важно, помочь им получать соответствующую информацию о том, как выращивать, как снизить себестоимость производства. И другая часть информационной области. Это называется бедность. Так называемый инструментарий по борьбе с бедностью. Мы разрабатываем ряд рекомендаций для организаций, которые занимаются снижением бедности. И это помогает им в их каждодневной деятельности. Естественно, они отличаются от страны к стране. Мы делаем при этом опросники, чтобы понять, какие особенности в данной стране существуют в этой проблеме. Чтобы посмотреть, насколько количество бедных, насколько они бедные и так далее. И спрашиваем условия жизни. Какой туалет, например, у них. Какой газ они используют. Сколько используют, сколько используют либо 3-килограммовые или 20-килограммовые баллоны для газа. И, соответственно, мы смотрим, обобщаем эти данные и осуществляем мониторинг. Сейчас в Индонезии мы используем такую схему для более 2-х миллионов людей. И интенсивно используем в сотрудничестве с различными организациями. И последнее, это финансовые услуги, где мы пытаемся какой-нибудь потенциал ввести в мобильные технологии, которые могут помочь бедным. Например, такие, как мобильные услуги и банковские услуги. И получается, как бы дизайн этих продуктов, он основан на реальных, на опросах, на реальной жизни, а не на исследованиях, проведенных в кабинете. Например, в Уганде, например, на сбор золота в качестве, в качестве какие-то цели какие-то, когда ставит перед собой семья, и они собирают деньги на эту цель, и так далее, и так далее. Ну, у этого человека, скажем, нет банковского счета, и ему надо как-то, это самое, хранить эти деньги, там, скажем, хранить их от мужа, и так далее. Я думаю, это, наверное, достаточно. Хорхе, вам слово. Потом у нас будет время ответить на вопросы из зала. Я являюсь членом Совета Агентства по электронному правительству в Уругвай. Наша организация была создана 6 лет назад, и мы работаем в области преодоления цифрового разрыва. У нас есть примерно 15 целей и 79 конкретных задач. Моя презентация будет о том, как мы работаем над выполнением этих целей. Итак, 6 лет тому назад, это как раз цикл начальной школы. И мы поставили перед собой задачу за эти 6 лет обеспечить каждого ребенка персональным компьютером. И мы сейчас как раз подводим итоги нашей 6-летней работы. Может быть, нашу презентацию можно показать на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... ...es más atractiva para el exterior. Un compromiso país. Esto es Uruguay Digital. Un compromiso país. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте перейдем к вопросу Мне бы хотел отметить В качестве Что нужны инструментарии для обучения учителей И мы здесь новый инструмент Привнесли Это лэптоп Это не инструмент для обучения Это инструмент для улучшения потенциала учителей Они сейчас имеют новые возможности Вместе с детьми Принести компьютеры в семью И вы можете изучать английский Изучать математику У нас существует соглашение со школами в Англии И которые преподают Дистанционно преподают английский Детям в наших школах Это очень важно понять Что мы работаем с инструментом Не только для традиционного образования Вот это как раз хороший пример Давайте вернемся к этому Я сначала хочу посмотреть Есть ли вопросы По тем замечательным Конкретным презентациям Конферора мы прослушали Они были очень практичны И мы видели Примеры из реальной жизни От того как технологии Интернет используется Это очень важно Это речь идет о людях А не о технологии Это как мы используем технологию Интегрируя в процессы обществ Это очень-очень важно Разрешите я открою И мы давайте послушаем вопросы Есть еще Еще там На задних рядах Кто хочет задать вопрос Пожалуйста Берите микрофон Представьтесь пожалуйста Антоса Я из Индонезийского Общества ИКТ Сантос Я согласен с тем Что сказали Уже в презентациях Технологии только недостаточно Самой по себе Например Есть три основы Которых Говорил господин Гордон Из Индонезии Это основная основа Вы можете посмотреть на это Это инфраструктура Но В понимании правительства Инфраструктура Не включает ИКТ Инфраструктура Инфраструктура Включает Как бы Дороги Порты Аэропорты И так далее И правительства Считают Что ИКТ Уже доступно И оно Будет строиться Частным сектором Поэтому Ему не нужно Думать об этом Поэтому Наша организация Мы убеждены Но нам нужен Ширковолосный Интернет И Конечно Учителя Очень важны Но Если не будет Там инфраструктура То Будет Будет Недостаточно Если мы будем Скажем Обучать детей При медленном Интернете Это будет опасно Пожалуйста Джейн И Меня Джейн Коффин Завод Из интернет Сообщества Я хотел бы Также Подчеркнуть То что сказал Мой последний Выступающий Что мы должны Быть заинтересованы В развитии Не только Одного Из Этих основ Одно из этих основ И КТ Должны Развиваться По всем Направлениям Я подверну Пример Землетрясения В Каити Одна Организация Даже не Подумала О использовании КТ Когда они Поехали туда Для оказания Помощи И люди Говорили о том Что необходимо Сделать Чтобы помочь Конечно Коммуникация Это самая Критическая Вещь Как если мы Идем в такую Страну Для оказания Помощи И К сожалению Это не учли И мы Сейчас пытаемся Думать О том Где Этот Слой ИКТ Он горизонтально Лежит Через все Основы Развития Да Это Поднимает Довольно Важный Момент Вопрос Работа Которая Последнее Время Ведется В Всемирном Банке Это Технологии Общего Назначения Такие Как Двигатель Двуторного Сгорания Электричество И так далее То есть Это основные Вещи На которых Основано Все остальное Включая И компьютеры И их Идея В том Что Широкополосный Интернет Это тоже Как и Электричество Как и Двигатель Внутреннего Сгорания Это Основополагающая Технология На которой Уже Нужно Строить Какие-то Другие Элементы И поэтому Я хочу Как раз Поддержать Вашу Действительно Это Так скажем Грубо говоря Горизонтальный Слой Который Пересекает Все Основы И все Направления Развития Технологии Пожалуйста Представьтесь Эдитойт Я Из Сообщества ИКТ Индонезии Так же Как и Доктор Сиента Он мой Председатель Я хотел бы Рассказать На этом Форуме Недалеко От того Что Сиента Доктор Сиента Сказал Когда Говорим Об интернете Мы Автоматически Соотносим Его С качеством Сети И Качеством Самой Сети В Донезии Вся Инфраструктура Была Подстроена Частным Сектором В 93 И 94 Годах И Правительство Немного Денег Правило Немного Складывало Денег Хотя Собирало Налоги И Это Было Большей Нагрузкой Для Операторов Я думаю Что Интернет Естественно Играет Огромную Роль В Росте И В Развитии Экономическом То я думаю Что IGF Должен Тоже Здесь Высказаться О том Как Правительства Должны Участвовать В финансовом Мысли Участвовать В строительстве Инфраструктуры И КТ Это Вот Пример Индонезии Я думаю Это очень важно И Не только Оставлять Это На Рассмотрение Частного Сектора И Операторов Хотел Привлечь Внимание Правительства Что Они Должны Тратить Существенные Деньги На Усоздание Или Улучшение Инфраструктуры ИКТ Да Мы Изучали С Комиссии По Ширковолосому Интернету ООН В Июле Примерно В этом Обзоре Состоялся Была Информация По Национальным Широкополосным Сетям Была Какой-то План Стратегия Эмпирически Мы Нашли Что Действительно Есть Разница Есть Это Были Собранные Данные За Десять Лет Больше Чем Сто Стран Сто Шестьдесят Даже Стран И Одни Из Итогов Этого Обзора Это Мы Делали Расследование Вместе С Комиссией ООН По Ширковолосному Интернету И Мы Поняли Что Партнерство Государства С частным Сектором Гораздо Более Эффективнее Чем Когда Это Все Делается Либо Частным Сектором Либо Государственным Сектором По Отдельности Когда Частный Сектор Идет И Как Правило Эта Инвестиция Он Более Гибкий И Может Адаптироваться Быстрее Чем Государства Которые Как Правило Движутся Более Медленно По Своей Сути Что В общем То Неплохо Но Из-за Этого Частный Сектор Должен Вести В Выполнение Но Ездил С другой Стороны Если Вы Оставите Все На Частный Сектор То Тогда Будут Пробелы Которые Невозможно Восполнить Поэтому Правительства Должны Создать Стратегию Координировать И заполнять Пробелы А пробелы Особенности Касаются Это Прежде всего Недостаточного Обслуживания Обдаленных Районов И Людей С Низким Уровнем Доходов Это Соро План Который Должен Объединять Вот Эти Партнерства С тем Чтобы Было Наиболее Эффективным Поэтому То Что Вы Грите Очень Важно Но Отдельный Вопрос Еще Насколько Правительство Должно Сколько Нужно Потратить Чтобы Эти Пробелы Заполнить Есть Много Конечно Различных Подходов Как Правительство Может Получить Больше Инвестиций Из Частного Сектора Как Это Можно Сделать За счет Налоговых Кредитов И так Далее То Не Обязательно Выписывать Чек Кому То Так Или Иначе Это Будет Инвестиции Либо Каким Расходом Поэтому Я хочу Добавить К этому Когда Вы Видите Что Правительство Должно Заполнить Эти Пробелы Финансовые Для Восстановки Для Сельских Районов И Для Так же Экономически Уже Жизнеспособных Районов И так Далее Поэтому Частный Сектор Здесь Может Пройти Здесь Воспользоваться Так Назовная Программой Универсальных Обязательств По Услугам Что Касается Правительства Можно Будет Одна И Четверть Процента Взять От Общих Доходов Каких То И Потом Использовать Это Ну Это Как Свою Роду Новый Налог Это Способ Финансирования Довольно Фактически Довольно Большой Большая Сумма Потому Что Это Поможет Но То Что Мы В Настоящее Время Получаем От Из Этого Фонда Это Даже Меньше Чем 25% Поступает Из Этого Сектора А Кстати Вы По Испански Можете Говорить Да Мы Можем Вас Из Испанского Языка Переводить На Ногийский Язык Поэтому Если Вы Хотите Чтобы Это Если Вы Хотите Это Будет Для Вас Легче То Пожалуйста Говорите Тогда На Испанском Музыке В Моей Стране Коммуникации Лежит На Ответственной Государства Это Позволило Нам Использовать Пользу Которую Мы Получаем От Этого И Распространить От Этого По И Пользой Существующую Коммуникационной Структуры Там Телеком И Прочее Поэтому Это Означает Что Правительство Несет Довольно Большую Ответственность Это Чтобы Покрыть Вот Эти Аспекты Эти Регионы Где Нет Возможности Получить Вот Такого Рода Коммуникационные Какие-то Услуги Это Часть Ответственной Которой На Правительстве Не Все Из Адвестиций Которые Были Вложены В Это Требуют Каких-то Больших Затрат Можно Ждать Скажем 100 долларов На каждого Ребенка В год И От этого Можно получить Довольно Большую пользу От Для этого Ребенка В год Патрик Микрофон А потом Вернемся Патрику Да Спасибо Да Спасибо Я Из Индии Я Меня зовут Роман И Мы Смотрим У нас Так Назвратим Чартерная Группа Как Можно Использовать Интернет В более Для более Творческого Использования И Одна из Целей Которым Это пытается Взять И Объединить В диалоге Академические Круги Местные Промышления Местную Промышленность И так далее Как мы можем Обеспечить Всем Чтобы Совместно Мы могли Создать Возможности Для того Чтобы Можно было Расширить Предоставление Рабочих Мест И Укрепить Экономику А вызовы Которые Стоят Перед Нами Это В частности В Индии Особенно В сельской Местности Это Конечно Там Надо Еще Развивать Навыки Вам Нужны В этой Сфере Инициативы У нас Есть Больше Чем Миллиард Людей Где-то Из них 200 Миллионов Практически Факти Не имеют Ни образования Ни профессиональной Подготовки Поэтому Все Эти То Что Мы Хотим Мы знаем Что IGF Она Помогает Вести диалог В этом направлении Правительство Индонезии В своих программах Смогло Поделиться Наилучшими практиками И Помочь Развитию Есть Еще Два Выступления Потом Может быть Мы Вернемся И Посмотрим Патрик Сейчас И Потом Другие Потом Какие Может быть Отклики На Эти Выступления Будут Спасибо Пеппер Я Хочу Немножко Поговорить Об Этой Интересной Дискуссии В Отношении О том Как Можно Продвигать Развитие Инфраструктуры В разных Странах Это Пожалуй Одна Из самых Интересных Тем Потому Что Есть Столько Много Моделей И Опять Так Сколько Различных Типов Инфраструктуры Которые Некоторые Просто Смешивают Поэтому Тут Важна Одна Инфраструктура Которая Всех Сваживает Это Стекловолокно С тем Чтобы Интернет Можно Было Привести В Места И Необходимо Иметь Соответствующую Модель И Довольно Таки Уже Во многих Местах Получен Опыт Как Мы Пользоваться Костровским Частным Партнерством Для того Чтобы Достичь Вот Этих Целей Поэтому Должны Чтобы Эти Модели Все Больше Развивались Процветали И Тогда Вскоре Мы Посмотрим На Некоторые Из Обмена Интернет С тем Чтобы Дать Соответствующие Стимулы Для того Чтобы Различные Действующие Лица Там Обменивались Информацией Работали Вместе Для достижения Общих целей Чтобы Регуляторный Режим Изменялся Регламы Там И так Далее Но Нужно Постоянно Сосредотачиваться На Этих Двух Аспектах Но Единственное Что Действительно Помогает Пользователям Получать От Скажем Если Нас Используются Различными Серверами И Накопителями Для Обмена Скажем Видеосообщений Там И так Далее Потому Что Довольно Так Много Поступает Сейчас Информация От Ютуба И так Далее С тем Чтобы Это Локально Можно Было Сколько Как Создать Эту Инфраструктуру Чтобы Были Накопители На Местных Айс Пис Чтобы Они Могли Эти Видео Сообщением Передать Вот Уругвай Например Там Очень Большое Проникновение Пользователей В Латинской Америке В частности Особенно Это Государственная Модель И Управляет Государство И Пользователи Довольно Счастливы Тем Не Часть Эта модель Будет Работать Везде Где Угодно И Там Есть Определенные Характеристики Это Делать Уругвай Успешным Но Вы Должны Обратить Внимание Что Уругвай Обратить Внимание На То Чтобы Кабели Проложены Там И Так Далее Что А.С.П. Вот Эти Вот На Месте Инфраструктура Там И Так Далее Это Действительно Помогло Регион Это Патрик Из Гугла А Патрик Да Я Представил Вас Люди Не знали Кто Они Такие Что Вы Из Гугла Да Прекрасная Точка Зрения Здесь Когда Мы Говорили О том Мы Говорили Об Экосистеме Инфраструктур В Целом Иногда Перед Нами Ставят Какие-то Неправильные Выборы Там Берем Либо Сигловолокно Либо Берем Беспроволочные И так Далее На самом деле Нужно Смотреть На Места Обмена На Накопители На Местное Содержание И так Далее То есть Много Есть Как-то Составляющих Которые Должны Быть Все Объединены Для того Чтобы Можно Был Взять И Достичь Желанного Результата О Котором Вы Говорили Спасибо Меня зовут Стюарт Хамилтон Я Ассоциацией Библиотекарей И Когда Мы Говорим Как раз Об этом Государственном Частном Сотрудничестве И Партнерстве Потому что Есть Примерно 330 тысяч Библиотек Во всем Мире Из них 230 тысяч И Поэтому WSIS Например Смог Делать Доступ Интернаты И За последнее Время У нас Довольно Таки Появилось Несколько Процентов И Вы Можете Найти Эта Инициатива Beyond Access Называется Можете Найти На Интернете И Это Довольно Таки Продуктивный Способ Того Чтобы Как Можно Бы Предоставить Общественности Больше Доступ К Интернету Учитывая Такие Страны Как Филиппины Перу Грузия Там И так Далее Когда Представители Израчистых Из библиотек Из частного Сектора От правительства И так далее Собрались Из этих Трех Главных Сфер С тем Что Можно Было Поговорить О том Как Можно Будет Предложить Какие-то Новые Услуги От Библиотек Посмотреть На принцип Убыль Посмотреть На Развитие И ЦРТ И так Далее Поэтому Хочу Просто Добавить К этому О Тех Процесс Которые Происходим Что Произведет После 2015 Года Моя Организация Концентрируется Довольно Интенсивно На Тем Чтобы Получить Информацию Вот В этой В этих Рамках И Мы Начинаем Сейчас В Нью-Йорке Процесс Там Есть Рабочая Группа По СТГ Это Параллельный Процесс Как Живус Плюс Десять Я Был Там В Септембре И Когда Я Упомянул О Большом Количестве НПО Которые Работают В Отделе Развития И поговорил С ними Об Обзоре И так Далее Когда Примерно 50-60 НПО Собралось То Можно Было Видеть Почувствовать О том Что Публика В основном Никто Практически Не знал О том Что Вообще Происходит Такой Обзор И Что Работа Которую Проводят В Нью-Йорке И так Далее То есть Не говорю О правительстве Здесь Естественно Я говорю Об гражданском Организации Гражданского Сообщества Было довольно-таки Интересно Отметить О том Что Многие Вообще Не знали О том Что Процесс Имел место Имел место Это Необходим Необходим Необходима 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 Стать Стать Необходима 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 Когда мы просмотрим быстрые документы, которые показывают о том, насколько успешны были ЦРТ, только в двух документах упоминается вообще интернет. Это само по себе совершенно экстрадинарно, потому что видим из нескольких презентаций, которые мы здесь видели, презентация была из РУГА и так далее, поэтому мы видим, что здесь интернет и ЦРТ были взаимосвязаны, они буквально внесли новый свежий элемент во все это. Это важно. Янус должен был отойти, потому что... Да, действительно, исключение подтверждает правило, как Янус из... И мы все пришли, что нужно было создать такую комиссию, которая будет в отношении широкополосной передачи, потом посмотреть на то, как широкополосный интернет помогает целям ЦРТ. Это все, что мы видим за последние три года, которые довольно-таки были успешными, и переводя это на СТД, СТД, и заглядя за пределы 2015 года, мы видим сейчас... И мы видим, что уже другая как бы аудитория или группа в Нью-Йорке, и они сами по себе как бы не обращают на это внимание, как будто они не видят этого реального... Доказательства о том, что собственная комиссия ООН, комиссия по широкополосной связи и так далее, о том, какие, какую пользу можно получить от связи. И там же работа, которую Собирный банк проводит. И поэтому... Поэтому я когда говорю, что они, да, что они... Сейчас еще одно замечание здесь и вот оттуда. Два замечания. Сейчас первое сзади, а потом вернемся опять назад за круглый стол. Итак, микрофон... Вон там. Я извиняюсь, что еще один великой человек из Великобритании выступает. Я... Меня зовут... Я из МИДа Великобритании. Меня зовут Дан Уайлз. Я хотел продолжить эту тему, потому что я работаю в правительственном отделе. Мы видим сейчас, насколько важно связать вот этот процесс развития и то, что... И наш процесс по управлению интернетом. Мы... Трудно таки навести связь между различными или мостами, между различными, между иностранными, МИДом там и так далее. И... Другими департаментами. С тем, чтобы это было... Это было совместное веселье, учатывая Министерство по культуре, МИДе и спорту и так далее. В начале этой недели, как министр Эд Вайсли уже сказал, и мы должны обеспечить, чтобы обзор МИСИС и его фундаментальная цель заключается в том, чтобы сократить этот разрыв доступа к цифровой технологии, с тем, чтобы пользу от интернета получалось всеми слоями населения. И мы видим сейчас вот эти прения в отношении управления интернетами. Это доминируется процессами, институциями и так далее. Поэтому, может быть, мы потеряли где-то здесь фундаментальные аспекты о том, что... Как результат этого обзора МИСИС мы должны посмотреть сейчас, насколько... Как можно предоставить экономическое социальное развитие, экономическую пользу какой-то от интернета. Это вопрос о том, как... чтобы посмотреть на то, как практически можно вот оказать экономическое это воздействие. И с тем, чтобы вот это многостороннее участие, партнерство и так далее стало реальностью в последующие годы. Спасибо. И тот факт, что министр находился здесь... Это было как бы дотяжение той приверженности Эд Вайсли, то, что он был, потому что были несколько здесь... Есть других еще стран, которые... где присутствовали их старшие должностные лица, там министры и так далее. И мы должны как общины и так далее... То есть это было доказательство того, что у них приверженность к этому. Поэтому из всех тех стран, которые представлены со своих высших руководств, они должны распространять сообщения, идеи о том, что... Идея сотрудничества между различными министерствами необходима. В Индонезии, в Бразилии, в СССР нам нужно иметь больше стран, которые могли бы... Сделать упор на такое наведение мостов между различными административными единицами, министерствами и так далее. Сейчас еще одно выступление, потом перейдем к следующему разделу. А, да, мы должны закончить вскоре. Уже прошли за пределы времени, которые предоставили нами. Ну, еще последнее выступление, пожалуйста. Меня зовут Сергей Пахолсов. Я работаю в ЮНЕСКО. Я хочу поговорить об моей совместной работе с Янисом Картлисом, замом гендиректора, который уже выступал и теперь. Глядя на тот вклад, который мы делаем в процесс развития пост-2015 года, и мы слышим там административную презентацию в этом плане. И поэтому много проходит региональных консультаций и так далее. Поэтому не так легко, потому что некоторые представители, они только вели работу от имени правительства, другие были от многосторонних партнеров. Поэтому, когда мы посмотрим на цели пересмотра ЦРТ и так далее, то мы видим, что нам необходимо больше иметь использоваться темы снизу. И ЮНЕСКО. Это было представителем группы ООН, которые занимаются вопросами информации, где 30 различных организаций ООН собрались под одной крышей и вместе выступили с совместным заявлением в отношении повестки развития после 2015 года. 30 агентств пришли вместе с тем, чтобы как-то можно было бы подчеркнуть о том, как информационные технологии, включая ITU и так далее, о том, насколько важно. И поэтому даже при такой сильной группе все равно вот это ЭКТ их не так-то легко поставить во главу повестки дня и так далее, включая ЮНДП и другие. И поэтому очевидно, что правительства, на самом деле они как бы играют ведущую роль и надо подчеркнуть вот это вот. Это, кстати, хорошее вступление к следующей секции. Никто Аштон Харт будет сейчас в ней вести эту сессию о том, как обеспечить, что в последующий день ВОСИС поддержит повестку в отношении сходчивого развития. Спасибо, Боб. Итак, как уже поговорил сейчас, вот это вопрос, да, у нас, мы будем сейчас пользоваться несколько другим форматом, отличающим, который отличается от того, как делось эти вести эти сессии раньше. Ведущие этой сессии, они не будут выступать со своими презентациями, они будут брать микрофоны, то есть три будут получать из нас, будут, возьмут микрофоны, мы пойдем с этими микрофонами по аудитории, будем разговаривать с вами. И, как вы уже сейчас слышали, два процесса, они не совсем соединены хорошо, и хотя они внутри системы ВОН, они соединены, поэтому если мы возьмем и посмотрим на это, и увидим, как цель процесса ВОСИС, как это замечали, то, чтобы обеспечить всем, чтобы развитие ЭКТ было бы, способствовало подлинной пользы для реальных людей и устойчивому развитию, тогда после 2015 года мы должны расширить и укрепить вот этот подход многостороннего партнерства в структуре ВОСИС, как на местном, так и на международном уровне, с тем, чтобы достичь вот этой цели, но мы не хотим, чтобы ВОСИС, чтобы их цели полностью были бы потеряны вот в этой повестке устойчивого развития. Так, эта работа, которая была уже проведена, она была бы, чтобы она подключена к более общим целям устойчивого развития, когда оба эти процесса будут пересматриваться в 2015 году, поэтому вы найдете всего лишь две страницы, короткие очень документы на эту тему, которые будут связаны с этой вот сессией, которая показывает, что несколько будут идей в отношении того, как эти процессы могут быть связаны. Седрик сейчас на этом секции делает карту, мозговую карту такую, где идеи, которые будут предлагаться, сейчас и тогда они будут записываться, и мы когда выходим на его лаптоп, тогда мы увидим именно, как вот эти идеи будут картографироваться, и мы посмотрим, если мы получим какое-то представление о том, как вот присутствующие в этом зале могут связать между собой будущее устойчивого цели развития и процесс выстояния. Я скажу, что у нас есть несколько пара замечаний от Феликса Дода о том, как многостороннее партнерство отражается на устойчивом развитии, пока еще не включено в процесс выстояния, поэтому, может быть, это следует сейчас напомянуть. И посмотреть, как это связано. Поэтому есть какие-то элементы вот этого многостороннего развития, которые не включаются в устойчивое развитие и так далее. Поэтому надо посмотреть. Да. Форум IGF, как форум, который является многосторонним, мы, может быть, вовлечены, и есть роль для IGF в этой беседе, который сейчас ведет довольно-таки уникальную роль у нас, это то, что мы должны объединить сюда этих игроков из разных секторов. Это редко такая вот у нас представляется, чтобы столько много участников могли бы быть. И поэтому, как можно воспользоваться IGF на этой неделе, не только на этой неделе, но и вообще с региональными IGF, с тем, чтобы мы могли, чтобы можно было поддерживать эти процессы ООН и процессы ВСИС. Да. Феликс, я знаю, что вы хотите, у вас есть определенные мысли в этом плане. Как Майк уже говорил, некоторые из элементов многостороннего сотрудничества, о которых вы говорили, о которых вы знаете, о которых, может быть, будем с интересованы в национальном плане. Я действительно, да, я хочу, чтобы вы были вкратце об этом, что мы хотим все сходить по комнате, собирать мнения людей. Феликс. Мы можем слышать тебя, Феликс. Да, Феликс, мы тебя можем слышать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Они создают платформу, они встретились... У них будет встреча, двухдневная встреча в ООН... И они совместно с странами, которые готовят доклады... В отношении того, какого рода индикаторы могут быть там и так далее... То есть, спрашивают не только, как вести этот процесс, но... Что они могут сделать... Это, конечно, наверное, тоже надо подумать... Это, может быть, не сама цель... Но нужно... Подумать даже о целях, о показателях... И все вместе это объединить и двигаться дальше на этой основе... Отлично! Спасибо, Феликс... За эти идеи, которые призывают нас мыслить... Давайте... Гордон, Петрик Райн и Фрид... Давайте попросим вас, джентльмены... Давайте... У меня здесь три микрофона, вы можете... Подойти... И... Воспользоваться ими... Итак... Несколько идей о том, как соединить эти процессы... Идея одна... Каждая страна может создать свой план действий... О том, как... Выполнить эти цели... И... Структуре этого плана, так сказать... Определить какие-то... Какой-то порядок действий... И эти планы были бы... Могли бы, так сказать, оцениваться параллельно... И эта идея... Была впервые использована в конференции в Рио... По окружающей среде... И... Вопрос... Как... Например, национальный план по высочему развитию... Скоординировать с национальными... Планами по выполнению ВИСИС... СИС... И какая была бы здесь роль IGF в каждой стране и региональных IGF... Есть ли какая-то возможность играть какую-либо роль в этом процессе и в процессе оценки прогресса... А затем на международном уровне... Каждое... Каждое... Каждое действие могло бы быть соответствовать... ЦРТ... Или этим целям развития на период после 15-го года... И координировать это все должно... С... Участниками процесса ЦРТ... И... Это должно помочь правительством, а также другим участникам... Понять, как правильно оценить достигнутые результаты... А также... На международном уровне здесь... Привлечь... СИС... СИС... Потому что это... Такой важный международный... Орган, который занимается... СИС... Либо... Задействовать механизм IGF... Я думаю... Здесь будет много мыслей... По этому вопросу мы видим... Ой... Мы видим... Фарида... Проверьте... Проверьте... Проверьте все микрофоны... Чтобы они были включены... Я вижу... Господина в первом ряду... Говорит без микрофона... Если зеленый... Огонек не загорелся... Значит... Микрофон выключен... Меня зовут Майк Нелсон... С Майкрософт... Я работаю... У Майкрософт... И... В Джордж-Самском... Я очень рад... Что мы такую... Дискуссию... Ведем здесь... Мы понимаем... Что нужно... По-другому... Вести бизнес... Мы все... Нет... Экономики... Которую... Надо делиться... Например... Есть... Экономика... Так сказать... Добровольная... Когда волонтеры работают... И так далее... И... То, что мы могли бы здесь сделать... Это... Содействовать сбору данных... Данных... Не так... Не только по данным... По... Интернет... Как он... Развивается... Но... И... Данные о том... Как в конкретных странах... Интернет... Приводит... К улучшению жизни... Простых людей... Политики... Хотят... Знать... Как их страны... Развиваются... Да... Когда я был... В администрации... Клинтоном... Было много... Различных... Дебатов... В рамках... ОСР... О том... Как развивается... Интернет... В разных странах... И... Почему... Интернет... Быстрее... В других странах... В США... Если мы... Посмотрим... На... На... Проблему... Данных... И... Где... Сбор... Информации... Касающийся... Экономических... Преимуществ... Интернета... Мог бы... Помочь... Проведению... Информированной... Политики... Основанной... На... Фактах... Все эти... Моменты... Все эти... Области... Эта... Экономика... Как мы называем ее... Экономика... Которая... Делится... Добровольная... Экономика... И... Так... Далее... И... Когда мы будем иметь данные... В этим областям... Было бы больше давления на правительство... Принимать соответствующие политические решения... Направленные на дальнейшее развитие... Наверное... Это... Пожалуйста... Фредрик... И... Тоже... Вы можете... Фари... Вы можете... Участвовать в дискуссии... Пожалуйста... Дополняйте... Если мы... По... 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 Разместим... Какие-то слайды... На... Экране... То это... Могло бы помочь... Я... Гарло Макой зовут... У нас... Неправительственная организация... Некоммерческая организация... И... Мы... Помогаем... Городским центрам... В распространении интернет... И техническим компаниям... Мы работаем с Гуглом... Майкрософтом... Интел... Пытаемся... Пытаемся... Распространить их технологии... В... В... Таких... Ну... В развивающихся странах... Где мало... Э... 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 И сколько мы шишек набили по пути, когда мы достигли современного уровня, который, в общем, тоже не идеальный, но, тем не менее, он подставляет какую-то гибкость привнести на поле, на местах. И поэтому, я думаю, надо сфокусировать внимание на этих проблемах, на таких формах, как наш. Ну, тем не менее, прогресс есть. У нас новые оптоволоконные кабели прокладываются и так далее. То есть, да, надо посмотреть на то, что работает, и то, что можно сравнить в разных странах, что хорошего есть из разных стран, какой опыт накоплен. И я думаю, можно эти идеи взять и поделиться с ним в качестве хорошей практики, распространения хорошей практики. Это хорошая система. Я знаю, у нас здесь, за нами, например, в сигаретной организации ISAF, у них много проинтересных проектов. Давайте предоставим им слово. Не слышно. Выступающего не слышно. И, конечно, поведение, культура этого форума и участников и сотрудничества должно стать духом этого сотрудничества в своих странах. Это означает, что все участники, как я с начала уже отметил, это очень важно, и мы также должны иметь инфраструктуру не только... так, в смысле, так сказать, инфраструктуру физическую, но и инфраструктуру, и то, что мы называем социальной ответственностью корпорацией. И мы можем, когда мы говорим о самых крупных компаниях, у них есть абсолютно однозначная ответственность, потому что они получают от интернет выгоду непосредственно. Это хорошая мысль. Можно посмотреть, попробовать на экран вывести лэптоп Лендрика. Когда мы смотрим на ЦРТ и на ваши планы, планы действий, интересно, процесс ВИСИСа инкорпорирован в вашу работу по выполнению ЦРТ, или это раздельный процесс? Мне просто интересно знать это. Это был вопрос вам, Гордон. То, что мы делаем с ЦРТ, мы пытаемся совместить разные сектора, привлечь в различные сектора, которые мы считаем необходимо вовлечь в эту деятельность по выполнению ЦРТ. И с точки зрения ИКТ, мы считаем, что очень важно это интегрировать в нашу работу по ускорению выполнения ЦРТ. Я думаю, в будущем нам нужно разработать своего рода рамок, которые будут более подробно обозначать то, что мы уже достигли сейчас, тем, чтобы мы могли сделать более активные движения, ускоренные движения по достижению ЦРТ. В нашем офисе мы много внимания уделяем ИКТ, потому что это более эффективный способ достичь и передать информацию людям на местном уровне. И нам надо более специфическую работу проводить по поддержке этих идей. То в будущем мы бы хотели видеть более активное сотрудничество в этом секторе, чтобы у нас были какие-то специфические рамки по ускорению выполнения ЦРТ с использованием ИКТ. Да, это отлично. Похоже на открытое приглашение работать вместе с вами. Есть ли еще комментарии? У меня есть один момент, когда я хотел обратить внимание. Мне кажется интересным, что это поймать то, что вот действует. Здесь много элементов прославленных. Это сбор новых данных и как бы успешные какие-то примеры также собирать. И это достаточно научно. Мы вчера видели в презентации одного из наших коллег из ИБЭ, который показывал, как используется раководный интернет малыми и средними предприятиями. И мы как бы можем консолидировать эти данные, можем иметь доступ к ним. И это позволит нам ускорить свою работу по экономическому развитию. И это поможет нам прежде всего оценить итоги нашей работы. То есть надо это внедрить в нашу политику. Когда мы разрабатываем политику, мы знаем, что это будет, так сказать, высокоприоритетной областью. Может быть, есть возможность для экономистов, которые связаны с частным сектором, и в частности в сотрудничестве с государственным сектором, с научными кругами. У них есть данные, они могут поделиться ими. Я не вижу поднятых рук, но я вижу Шерл, у нее такой задумчивый взгляд. Я ее знаю хорошо, то есть наверняка у нее какие-то есть комментарии по этому вопросу. Благодарю, Ник, это Шерл Хайдонга, она в Австралии. У меня много разных должностей, и на этих форумах IGF мы занимаемся такой адвокатской деятельностью. Но в этом комнате я думаю о том, как я зарабатываю свои деньги. За последние 30 лет это включало руководство малыми предприятиями, которые зависели от интернет. И одна из них занимается приобретением для проектов, которые занимаются оказанием помощи. И некоторые решения, которые содержатся в нашем диалоге, необходимость распространения в хорошей практике, необходимо довести до людей то, что работает, и плюс местные инициативы перевести на национальный уровень. Все, всем этим нужно поделиться и распространить. Потому что мы работаем в основном в развивающихся странах, и они смотрят, они хотят получить примеры того, что им нужно делать. Поэтому мы должны не только национальные инициативы собирать, но и местные тоже, и иметь свою роду базу данных по этим инициативам. И я думаю, где бы мои клиенты нашли бы эту информацию, где эти специи так называемые, что им нужно делать перед тем, как они начнут выполнение планов по распространению широкополосного интернета, например, и создание инфраструктуры, и включение их в основные планы развития их правительств. То есть, хотелось бы видеть, в целости, если рассматривать все это, то есть, это как бы думаете на местном уровне, но работаете на глобальном уровне. Это правильно. И, короче, надо делиться этой информацией. Итак, перед чем вы уходите, перед чем-то вы уйдете, с практической точки зрения, ну, может быть, это для меня и с Женевы, это не совсем справедливо будет, но, тем не менее, если мы, когда мы собираем эти данные, и где решаем, что работает, и если это работает, то надо поделиться с этим. Это, скорее, наверное, национальный АЖФ. Как вы считаете, это правильное место для сбора или распространения этой информации? Куда люди могут обратиться, где посмотреть? Да, я думаю, должно быть постоянный, как бы, репозиторий, постоянный какой-то склад, который обновляется постоянно. Я думаю, это национальные инициативы должны играть в этом роль. И, в конце концов, они должны дойти до верхнего уровня. То есть, то, что происходит здесь, на нашем АЖФ. Потому что многие люди считают, что они хотят получить, например, самый высокий стандарт этих советов, самый высокий стандарт хорошей практики. И, наверное, они будут смотреть на именно наши, не только на национальные АЖФ. И вот у нас была программа такая, которая называлась «Местная инициатива и глобальное руководство». И она позволяет всем, так сказать, представить свои какие-то положительные свой опыт. И даже участники получали какую-то финансовую помощь в том, чтобы этот проект развивать. Я думаю, есть такие средства, и их надо использовать. Их вовлечь, эти системы, системы признания, я думаю, это как раз обеспечит ту роль, которую вы ищете. Я надеюсь, наши друзья здесь, которые стоят в задних рядах, также поделятся с нами своими идеями. Благодарю. Я просто хотел добавить к вопросу о сборе хорошей практики. Я вчера присутствовал на сессии, где мы пытались рассмотреть различные принципы управления интернетом и попытались как бы объединить их в единый список основных принципов. И что это случилось? В этом, значит, мы рассматривали, в частности, документы из Великобритании о том, что как бы делать на будущее. И что мы увидели там, в этом документе, было очень важно найти более широкий консенсус вокруг принципов управления интернетом и сделать ее как бы модельной политикой, моделью политики. Это очень важное мероприятие по наращиванию потенциала, которое помогает нам подумать о том, как делать это и какие-то использовать модели, естественно, которые мы можем перевести на местный уровень. И один пример там, например, был это самое, это вот киберполитика по киберпространству, которое в рамках британского сообщества. У них есть такая была политика, и ее можно применять на местном уровне, но она бы не была ограничена только для стран-содружества, ее можно использовать и на других стран региона. Это интересно, что вы обратили внимание на это, потому что меня больше всего спрашивают в Женеве страны, члены, как страны, у которых широкий бизнес в области интернета, широко развит, какая политика регулирует это, какие успешные примеры, как это делается. То есть я понимаю, что надо не только хорошую практику распространять в области выполнения ВИСИС, но какие рамки и условия работы создаются в различных странах, в которых, так сказать, как работают частные фирмы, которые позволяют развивать интернет, и как это мы можем распространить эту хорошую практику. То есть, наверное, есть необходимость и для правительств поделиться тем, что действительно работает, что полезно. Петрик. Я хотел возможностью использовать и программировать проект, который здесь проводится. Он был разработан последние 6 месяцев в главе Сузен и друзья ITF. Это друзья IGF .org веб-сайт. И мы там собираем вот этот диалог, тот диалог, информацию, которую мы сейчас с вами ведем. Это что-то новое. Было несколько видео, которые были доступны в том или ином варианте, но не было коллекции информации и размещения на веб-сайде раньше. Есть, конечно, хорошая возможность, возможность многим вовлечься в этот процесс. Это открытая инициатива. И большинство участников не являются членами этой консультативной группы. Я думаю, надо это продолжать и будем инвестировать в это. В основном инвестиции не финансовые, а превенции труда, многие критикуют это и свои конструктивные предложения привносят. Я надеюсь, многие из вас посмотрят на этот веб-сайт и воспользуются теми преимуществами, которые он предлагает. Я думаю, это очень важно. Видео очень правильное. Мы помогаем репортерам понять эти вопросы. и много сегодня стратегии, в основном стратегии по рекламной стратегии, они в основном только на стикерах, на бамперах распространяются. Поэтому я боюсь, что может это неправильное понимание может быть лучше больше какие-то 10 примеров, например, как интернет используется во сельском хозяйстве, или как еще в администрировании, чтобы люди не потерялись в этих данных. Может быть порангировать различные инициативы, сделать какая из них лучше и по нисходящему порядку. Как в ютюбе, чтобы люди, уважаемые люди просмотрели эти примеры и какое-то рангирование им присвоили. Это было бы легче действительно подусторонним людям помочь разобраться в этих вопросах. Я думаю, это в частности я работал с экономистами и действительно им сложно все сразу понять, поэтому нужно на одной странице информации для принятия решения. Да, я так понимаю, что вы доброволь вызываетесь стать добровольцем. Да, я один из таких людей и у Майкрософта есть отличные аналитические приспособления, которые могут сделать все это автоматически. да, я очень рад этому, мы надеемся, что это будет работать, я думаю, это хорошая возможность. Нам не нужно знать, ой, ждать, пока весь мир предложит нам какую-то лучшую практику. у нас действительно есть игроки на местном уровне, на высоком уровне, которые все могут делать это. И я думаю, это очень важно. И конечно, Google и Microsoft dot org и так далее глобальные шаги, которые ищут эти возможности, чтобы подчеркнуть наилучшую, хорошую практику. Так что давайте сделаем это реальностью и сделаем это нашей ответственностью. Я хочу сказать, часть процесса, процесса консультации действительно произвел несколько вопросов для этого сегмента, которые мы должны учитывать и среди них вопрос того, как развитие интернета содействует экономическому росту. И может быть здесь мы определим какие-то стандарты в сборе удачной практики. И я думаю, что мы должны как бы создать какой-то список ответов на то, как это делать. И учитывая глобальные характер интернет, мне кажется, что очень важны комментарии по инфраструктуре и цикл, полезный цикл, в котором инфраструктура играет роль в интеграции процесса достижения целей висуса, а также целей развития свечелетия. Обе требуют местный контент и создания многоязычного контента, как международные организации могут помочь здесь в создании соответствующей инфраструктуры. Я знаю, здесь существует движение в частном секторе к сотрудничеству в этом направлении, и учитывая цели ВИСИС и ЦРТ, есть определенная необходимость в использовании диагноза для отдаленных районов, в частности в ВОЗ и здравоохранение. Я как раз говорил с директором ВОЗ, и они пытаются приоритетизировать использование технологии для оптимизации предоставления помощи здравоохранения в удаленные районы. Например, если можно смартфон использовать во всех удаленных районах, то можно было регистрировать факты рождения, потому что часто такие факты не регистрируются, потому что нет такой возможности. Мы говорили наверняка можно какое-то приложение создать для этого, с каждым новым мобильным телефоном распространять это. Я думаю, надо начать уже завершать нашу работу. Есть, конечно, общие темы по стандартизации и по сбору данных о том, что работает, что полезно на уровне разработки политики, и существует аргумент в пользу создания планов действий национальном уровне в том, что касается целей ВИСИС и которые относятся по планам развития ЦРТ, по сбору информации в области ЦРТ. ВИСИС и я говорил с несколькими людьми в аудитории и два или три человека упомянули здесь, что были интересные замечания, поэтому вы должны всех охватить, кто здесь находится в зале. Есть какие-то вопросы еще из зала, потому что вы видите сейчас за камерой, которая там есть, тогда вы просто можете подойти и взять микрофон там, нет, на сегодняшний день никого нет. хорошо. Я вижу, что группа, которая сидит за мной, она довольно-таки очень тихо сидит. Одна из рекомендаций для IGF, для улучшения IGF, что мы должны пытаться, как можно лучше обобщить результаты материал полученных на сеть. Это была большая сеть, очень трудно найти, будет какой-то, но я знал, что одна из рекомендаций была для того, чтобы можно было как можно подвести какие-то итоги, чтобы можно было их коротко изложить, но было очень много выступлений, очень много будет вещей, которые можно будет записать как результаты, но для IGF это будет важно, как мы должны работать с целью устойчивого развития и так далее, то есть хорошую практику взять и учесть и с тем, что когда мы будем сейчас планировать следовательства, совещать, мы должны подумать о том, какие-то рекомендации может быть делать и как мы планировать, как можно последовать какие-то действия, поэтому было как раз в частности о киберпреступлениях дискуссия, и мы можем даже создать один-два дня, чтобы какое-то техническое совещание провести еще до совещания, с тем, чтобы люди могли получить какое-то определенное обучение в этом плане, и вот это несколько мыслей того, как можно продвинуть эту тематику и выставить какими-то рекомендациями в отношении планирования будущего совещания. Я думаю, что Маркус от нас бесед, которая шла в ходе предыдущей сессии, касалась создания консенсуса о важности в любом секторе, правительство, технические эксперты, гражданской опции и так далее, с тем, чтобы можно было каким-то образом связаться с другими группами, смежными группами, особенно, когда эти группы не понимают общей ценности, важности этого процесса с точки зрения тем, чтобы можно было расширить в каждом подсекторе многостороннего партнерства, расширить наше присутствие, наше участие, может быть, тут, неважно, каком секторе идет речь, мы, это тоже своего рода рекомендация, которую можно будет записать, как результат размышления, которым мы занимались в этой группе. Да, Седжик, вы хотите, я, может, хотите зачитать пару важных элементов, которые, как вы считаете, нам оставляют какие-то довольно-таки такие четкие заявления, что необходимо сделать. Да, спасибо. Не так легко прийти к каким-то определенным выводам, вопрос сейчас на том, как можно укрепить ЭКТ, и как они могли бы более принимать серьезное участие, и тут важно посмотреть на то, где мы, на каком этапе сейчас находимся в этом процессе после 15-го года, посмотреть, какие важные разные темы, которые в будущем может быть на будущих СТ, 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 какие индикаторы, какие базовые отчеты, и так далее, в отношении воды, работы, просвещения, здравоохранения, там, и так далее, то есть все, чтобы как-то взять и привязать к нашей линии действий. И другие были, которые, ну, например, просвещение, у нас есть уже и-леернинг такая тема, и тут, может быть, мы могли бы это более четко подчеркнуть внутри этой будущей цели, чтобы подчеркнуть важность АКТ. Вот это, может быть, важная тема, посмотреть на то, как мы можем эту тему включить. Конечно, вы еще правы, что многие дискуссии там шли о вопросе о том, чтобы выделить то, что уже сейчас хорошо функционирует, то есть собирать новые данные и продвигать информацию об успехах, об хороших практиках. есть много примеров, когда были какие-то успешные истории и о том, как вот их собрать. И это был один из важных вопросов, который был поднят, о том, как можно собирать вот такие, какие-то, то есть не просто какое-то, а что-то, что уже действительно работает, высокого качества следуются данные, а не просто писать длинные вещи, на которые никогда один месяц никогда не пропадет, каким образом можно взять какие-то главные метры собрать и резюмировать их как-то. Поэтому очень важно продвигать сбор новых данных, потому что мы видим сейчас, что мы должны как-то замерять наш прогресс и один из выступавших говорит, что деньги идут туда, где есть стоят цели. И поэтому нужно важно учесть тоже туда, чтобы какие-то были данные были бы выполнялись, чтобы были данные, которые могли бы доказать, что цели выполнялись, тогда для этого получатся дополнительные фонды, которые можно будет использовать. Да, может, одну вещь можно сделать, учитывая вот этот тот интерес к тому, чтобы успех успешной историей выделить. Поэтому уже на следующем IGF как это объединить с скажем, когда речь идет об среде. То есть фактически можно выдвинуть какую-то наилучшую практику, но потом и с тем, чтобы можно было легко пойти и найти какие-то отражения во временных рамках, чтобы предыстория тоже была видна, когда люди могут поговорить о том, что действительно сработало на протяжении многих лет, чтобы было бы отчетное какие-то линии, собирать вот это данное, распространять их. Особенно когда речь идет об управлении чего-то, то очень необходимо иметь вот такие вот истории об успехе даже на национальном уровне. Если есть национальные планы какие-то действия, то тогда важно их подпитывать. Что касается лучшей практики есть, может быть, из аудитории кто-то считает, какие-то, может быть, другие группы мы должны с ними связаться, с тем, чтобы поощрять их в отношении сбора вот этих, то есть АТФ это одно, зависит от того, какая тема, потому что если вы хотите посмотреть на то, как под широкополосную связь принести, то может быть IT-ю тогда в этом плане будет полезным нам и какая-то ОСР, Всемирный экономический форум и так далее, они могут тоже дать привести свои идеи. И может АТФ что-то может делать с точки технических стандартов и так далее. Поэтому одна из вещей, которую в качестве результата нашего совещания отметить как раз, какие организации могут быть и потом пойти в эти организации и подсказать им, что вот была такая-то дискуссия и что есть сейчас возможность для них принять участия в этом обсуждении. Спасибо. Мы понимаем, что ЭКТ, интернет это очень важный двигатель роста будь то в экономическом, социальном плане, политическом плане. Наш коллега задать заговорил до этого, что правительство и роль правительства в предоставлении инфраструктуры, например, это тоже очень важная роль. А вопрос сейчас в том, что многие из наших руководителей не поняли еще, важность информации, будь то инфраструктуры до контента. И я предлагаю, что может быть вот через это ITF, через рабочую группу порекомендовать, чтобы понимание лидеров в отношении вот этой информации может сделать непосредственно целью такой, конкретной, как какой-то инструмент, для того, чтобы можно было достичь этой цели. Поэтому можем тогда, если мы сможем, кто-то уже кто-то уже сказал, что вот в этих целях, там, документах по ЦРТ вообще мало упоминалось об интернете, то может быть как-то может быть эту информацию вкрапить туда. Поскольку мы как понимаем, что информация важна для того, чтобы решить вот эти все проблемы, то может быть существует какой-то путь, особенно в развивающейся стране, для того, чтобы достичь их. спасибо. когда речь идет о стране такая, как наша, когда доступ к интернету и другие вопросы стоят перед нами, то мы не можем сказать, что все является ответственностью правительства, неважно, как бы правительство, какое бы ответственность ни было. Есть другие структуры, которые тоже играют активную роль здесь с региональной властью, и наряду справятся какие-то, может быть, международные организации с тем, чтобы обеспечить равенство доступа, потому что сейчас бывает индивидуально, это вообще международный вопрос, не просто вопрос индивидуальной страны, особенно если попричит, это какое-то развивающее стране, потому что есть ограничение в отношении того, какие цены могут оплачивать или затраты, затраты, может быть, если какое-то правительство, поэтому мы должны очень четко здесь отмечать, и это нечто, что стоит обсудить, когда мы говорим об этом на различных форумах, есть декларации, о которых тоже стоит помнить, но есть другие документы, в которых есть дефиниции того, чем является правление, например, и поэтому, естественно, сам интернет даже следует еще определить, но нам надо думать не об индивидуальных правительствах, просто, а думать о целых странах и пользоваться подходом по странам, а тут можно включить гражданское сообщество и другие элементы многосторонние сообщества, не только само правительство, поэтому это очень важно, если мы собираемся создать какие-то программы, которые могли бы действительно достичь каких-то реальных успехов. Спасибо. Звучит, что речь идет о том, что есть какой-то план на национальном уровне, с тем, чтобы все участники были собрались, бы и решили о том, какие цели, сказали, что у нас есть ресурсы, вот такие-то ресурсы есть, такие-то необходимы, и где они находятся, будь то это в регионе, в каком-то, или в стране, там и так далее, или может быть ресурсы вообще в международном плане. Вот сейчас еще замечание, да, я Тарик Заман, я из Малайзии, Саравак, мы из Айсеф, мы работаем с туземными общинами, по-моему, и уже сейчас говорили об участии других каких-то групп, я думаю, что это действительно важно, и что деловая община, например, деловая, деловой сектор тоже на следующем Айджефе или на любом другом форуме, который будет в последующие годы происходить с тем, чтобы на предыдущих Айджефах нам пришло о том, о том, чтобы взять вот эти вот племенные группы тоже, сделать часть этого процесса. Да, мой опыт показывает, что это тоже важный момент. Прекрасно. Вот здесь все замечания. Я из Южной Африки, я хочу сейчас дополнить предложение Патрика за тех групп, которые необходимо будет вовлечь в этот процесс. Я хотел бы сейчас предложить здесь, чтобы есть такой тоже союз по доступному интернету. Это тоже важная организация, потому что многие из наилучших практик и использования интернетом и так далее. То есть это фактически можно говорить об интернете только тогда, когда к нему имеется доступ на финансовые основы, когда он достаточно дешевый, короче говоря, всем, чтобы создать какие-то политики, стратегии, которые будут принять, для того, чтобы достать вот такой интернет, который был бы доступен всем слоям населения вне зависимости от их дохода. Прекрасно. Это рекомендация, которая может быть хорошая, будет дополнительная рекомендация к любому другому набору данных о том, что работает, как лучше практика на уровне, на политическом уровне. Есть еще замечания. Я тоже буду говорить на испанском языке. меня зовут Мусталь ТР, я представляю организацию по развитию, это организация, которая называется IMAG, ей 20 лет. Мы работаем над использованием информационных технологий, в частности на медицинские цели, использование сотовых телефонов не просто, чтобы смски позелать, а для того, чтобы можно было использовать системами передачи сообщений для обеспечения связи с отдаленными какими-то сообщениями, чтобы они не пользовались информационными технологиями, так же, как это делают городские жители, например, для водного в Уругвайм, это пока не происходило. А что касается министерства здравоохранения, министерства здравоохранения, у них есть свои планы, у всех есть свои планы, как использовать институтные технологии, но они никогда друг с другом не взаимодействуют, то есть они практически живут в отдельных каких-то мерках, и поэтому то, что очень важно, это создать среду, которая показала бы им, что им необходимо работать совместно, потому что если они все работают полностью наедине, то тогда ничего не достиг по этому вопросу. Также означает еще раз поднятие потенциала, здесь то, что здесь есть элементы инфраструктуры, но люди, которые пользуются инфраструктурой и пользуются, они тоже должны наращивать свой потенциал и без этого ничего не достичь, поэтому необходимо нам интегрировать это так, чтобы все это работало бы как единое целое, тогда необходимо иметь какую-то политику, необходимо иметь политические планы, которые показали бы, как все это будет работать вместе, работать в разных секторах, в социальном и так далее. Это требует политической воли, необходимо принимать решения, люди должны из деловой сферы, из гражданского общества, должны быть в аудитории, чтобы в аудитории социальный аспект, только тогда они будут все вместе работать, тогда мы можем чего-то добиться. А важно тут это то, чтобы нам работать, все нужно вместе, чтобы, когда мы принимаем какие-то инициативы, чтобы они все принимались совместно. Это прекрасно, да, очень важно, но я понимаю теперь, что Филикс сейчас тоже еще хочет сделать одно короткое замечание, и потом уже начнемся подводить итоги, потому что не так много времени уже осталось, да, наконец, еще прицелить сделать свое последнее замечание. Филикс, если вы можете, пожалуйста, сейчас выступайте. Одна вещь, которая, это у нас уже, у нас сейчас уже есть четыре цели и у Сочи в развитии. Там январь, февраль, и мы видим, сейчас это вот шестая сессия здесь, которая будет очень тиба об осуществлении, об обмене информации, о глобальном партнерстве, если можно будет забить глобального партнерства. Это будет два дня в дополнение к особой той ситуации, которая имеет место с африканскими странами. Мне кажется, мы должны сейчас это включить, сейчас вот эти вот, включить вот эти вот сейчас даты, ваша, ваша повестка дня по усвощему развитию, поэтому я хотел бы, чтобы можно было как-то взять и скоординировать усилия людей, которые принимали участие в этом семинаре, с тем, что вы не могли бы быть на этом совещании. Спасибо, Феликс. Это очень просто, очень специфическое, практическое предложение. Вы хотите сделать замечание, да? Спасибо. Я, Иба Инк, есть еще одна мысль, в одном отношении, да, у кого еще вам лечат процесс, скажем, торговые сообщества, там, ВТО, то есть, организации, которые, УНКТАТ, то есть, все, кто занимается, УНКТАТ, занимаются вопросами о том, о цесровой технологиях, Международный центр по торговле в Женеве, который тоже занимается, как раз всем вопросом, вопросом о том, как интернет отражается традиционных методах торговли, поэтому мы можем получать это не только с точки зрения данных, у них есть довольно-таки много данных в отношении того, как интернет отразился на торговле, и поэтому, если будем сейчас разработать какую-то наилучшую практику, поэтому они, они тоже создают свой перечень там, наилучших практик и так далее, поэтому не хотелось, чтобы было какие-то разночения между различными группами, поэтому как можно раньше мы их свяжем, тем будет лучше. Да, так как я занимаюсь как раз вопросами торговли и так далее, есть такой комитет ВТО, который занимается как раз вопросом о разработке торговли и так далее, поэтому, может быть, некоторые представители правительства, которые здесь скажут, посмотрят на то, чтобы этот комитет посмотрел на то, как, как это, как тут технология и торговля, никак они переплетаются друг с другом, потому что повестка дня этого комитета в настоящий момент фактически не включает вот такие вот острые моменты, поэтому мне казалось, что было бы хорошо, это было бы положительным моментом, с тем, чтобы вот этот торговли, ну, я понимаю, те, что подходит у нас, время поджимает нас, осталось 7 минут до конца нашего, потому что государственной цели, поэтому может, а, Стюарт, вы хотите что-то сказать? Да, вкратце, последние пару месяцев мы смотрели на то, как процесс ВСИС и процесс ПЦРТ, как они могут быть связаны, и Фелис, когда говорил об этом, то, может быть, создать, во входе совещания, создать какое-то совещание на вкуларах, там, в отношении того, как доступ к информации может влиять на развитие, если кто-то будет заинтересован тогда, то, может быть, создать какую-то коалицию или группу, там, которая смогла бы вот эту тему привнести в работу открытых рабочих групп, и я могу помочь этому процессу, поэтому просто придадите ко мне, если вас интересует, всем, чтобы поговорить об этом. Спасибо, Стюарт. Стюарт, я предложил бы тоже, чтобы от этой дискуссии, да, взять вот это, то, что вы здесь выработали, чтобы это пошло в Нью-Йорк. Господин председатель, ваше последнее слово. Спасибо, Ник. Я думаю, что мы, у нас была очень, очень продуктивная сессия, я надеюсь, что, что результат этой сессии, ее выводы, послужат, как, я хочу поберечь сейчас тех наших ведущих, наших участников, за те важные вклады, которые они сделали, сейчас закрываются, поэтому, после этого, присоединились к нам, в этом главном, в этом зале, для обсуждения прав человека, свободы слова, и так далее, и как это отражается на управлении интернетом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМ militar, спасибо. Спасибо.